Однопартийцы Бориса Джонсона не исключают, что он вновь может стать премьер-министром Великобритании. Накануне Ли Страсс спустя 45 дней премьерства объявила о своей отставке. Пока она остается в должности до избрания нового лидера партии консерваторов. Его имя станет известно в течение недели. Подробно об этом Вероника Боярова. Самое короткое премьерство в истории Британии и, пожалуй, самое печальное. Уже через несколько дней после того, как Ли Страсс получила одобрение от королевы Елизаветы II, вся страна погрузилась в траур из-за смерти монарха. За время своего короткого премьерства Трасс пришлось отказаться от налоговых инициатив и бюджетных планов. Уволить канцлера казначейства, назначить нового и принять отставку главы МВД. Экономика – главный провал премьера. Анонсированный в конце сентября план по масштабному снижению налогов для состоятельных британцев вызвал недовольство со стороны общественности, а также привел к обвалу на рынке акций и облигаций. Произошло рекордное падение британского фунта. Несколько раз однопартийцы призывали Ли Страсс уйти в отставку, но она отказывалась и извинялась за допущенные ошибки. Однако после 45 дней премьерства политик признала свой провал. Если вначале ее нарекли «новой Маргарет Тэтчер», то теперь в СМИ ее называют «мимолетной леди». Я вступила в должность в период большой экономической и международной нестабильности. Семьи и компании беспокоились о том, как оплачивать свои счета. Нашу страну слишком долго сдерживал низкий экономический рост. Я была избрана консервативной партией с мандатом это изменить. Мы выступили с предложениями по поводу счетов за электроэнергию и сократили выплаты по национальному страхованию. Но признаю, что, учитывая ситуацию, не могу выполнить мандат, данный мне, избравший мне консервативной партией. Выборы нового премьера, в отличие от предыдущих, пройдут по ускоренной процедуре. Имя новоиспеченного главы партии Тори станет известно в течение недели. Сторонники бывшего премьера Джонсона хотят снова увидеть его в кресле. Ряд СМИ уже допускает его возвращение. Пока политика нет в стране. Никаких официальных заявлений он не делал. Среди вероятных кандидатов его однопартийцы, ранее проигравшие лист раз на выборах, Пенни Мордент и Риши Сунак. При этом оппозиция считает, правящая партия должна передать бразды правления другому объединению. Мы не можем допустить еще одного эксперимента, находящихся у власти Тори, посреди всего этого хаоса. Альтернатива есть, и это стабильное либо риское правительство. Мы можем привести экономику в порядок, у нас есть четкий план. И народ имеет право высказать свое мнение. И именно поэтому должны состояться досрочные всеобщие выборы. На руку лейбористам и то, что популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии. До избрания нового премьера Ли Страс останется на своем посту. Вероника Боярова, Колымжан Караманула, Хабар, 24.